Вадим Хлопотовым Центральному нападающему 26 лет. Родился в Нижнем Тагиле. В юношеском возрасте перебрался в школу Ярославского локомотива. В сезон 2011-2012 пробовал себя в хоккейной лиге «Онтарио». Вернувшись в Россию, провел сезон за локомотив в ХЛ, а уже на следующий год отыграл 30 матчей за Ярославский клуб в КХЛ. В элите нападающий выступал Замойтищинский Атлант, столичные ЦСКА, Сибирь из Новосибирска и ХК Сочи. Всего в континентальной лиге у него 141 матч и 18 очков. В ХЛ у Хлопотова в послужном списке значатся Рязань, столичная звезда, Тамбов и Сарыарка. За 223 поединка он набрал 87 баллов. Обоюдно интересный, наверное, произошел, что и у меня, что и у клуба. В принципе, за командой следил в том году. И знаю, что всегда борются за высокие места, всегда стоят цели. Команда топ, команда лидер. Наверное, в большей степени это повлияло. Сейчас форвард находится в Ярославле, где самостоятельно поддерживает физическую форму. Приезжать на сборы к Михаилу Звягину растренированным с равниказни. Впрочем, совместная работа с наставником, который известен своей требовательностью, форварда не страшнит. Я наоборот, за, наверное, не жесткость, а за дисциплину, за правильность. Вот. Чтобы достичь, наверное, каких-то высот надо чем-то пожертвовать. Вот. А я думаю, что этот тренер, кто знает в этом дело, и от этого успеха может не встречать. Один из лучших лыжников России едва не стал биатлонистом. Оказывается, у призера Олимпийских игр Дениса Спецова карьера могла пойти совсем по другому руслу. Благо и родители 15-летнего лыжника из Вологодской области, и он сам послушали тренера Евгения Ванюкова. Я уже перед Тюменью провел два сбора, это июнь-июль, с биатлонистами, с московскими. И уже, так сказать, наметился в Москву стать биатлонистом в это время. И когда поступило предложение уже из Тюмени, тренер сказал, что нужно не раздумывая ехать, типа, в биатлон ты всегда успеешь. К слову сказать, окончательно биатлонные мысли Дениса не покинули. Если в регионе будут организованы какие-то совместные соревнования представителей двух видов, он обязательно попробует себя в смежной дисциплине. Если губернатор нас поддержит, и все правительство Тюменской области, и ЦСП, и организация спортивная, то я только за. То есть ты готов выйти именно на биатлонную трассу? Легко. Полную версию эфира вы всегда сможете найти и посмотреть на сайте АСН Тюменская арена в разделе «Фидеотрансляции». Сегодня страна отмечает профессиональный праздник личного состава пограничных войск СССР и России. Попасть в них еще со времен Советского Союза была задача не из легких. Служба ответственная, и ничего удивительного, что во главу угла здесь ставилась физическая подготовка. Самое большое, чего доводилось бегать, это в противогазах 30 километров по сопкам. Испытание, в общем, такое, достойное мужчины. Поэтому без спорта на границе вообще нельзя. Ну и еще раз скажу, что очень много спортсменов служило. Представьте себе, надо догнать тебе или взять нарушителя границ. А как без физподготовки? Спортивное прошлое особенно пригодилось ветерану тюменского волейбола Максиму Лукьянову во время службы во Владивостоке. Тогда на закате СССР он вместе со служивцами обыграл в товарищеских матчах военнослужащих США. Это был первый визит американского эсминца в Россию. Это был 81 год. И вот первый визит американских военных в Россию, тогда еще в Советский Союз. Пришел сторожевой корабль. Играли в футбол на большом поле на стадионе Динамо во Владивостоке. И в спортзале играли в волейбол. И футбольные и волейбольные баталии закончились победой российских пограничников. Это был последний сюжет на сегодня. Но не забывайте и о нашем сайте isnta.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин